По-моему, больше всего они похожи на заколки для волос. Есть у наших тараканов шанс спастись бегом. Давайте проверим их скоростные данные. Как вы думаете, а сколько крыльев у этих тараканов? Есть версия, что четыре, да? Попробуем сосчитать, сколько же крыльев? Четыре. Четыре, совершенно верно. Где у него глаза? А, вон глаза. Это живое существо. Красиво. По-своему, красивое. Молодец. Давай ладошку. Запускай. Чуть-чуть царапается. На маленькой ладошке он кажется огромной. Класс. Он успокаивается, когда ему даешь темноту. Можно домой взять? Домой, он не выживет, ему жарко. Значит, ей надо обязательно побыть куколкой. А пуклица. Лапочка, гусеница. Платье. Вот. Нет, нет. Праздничная фата белая, а глаза черные. Но он очень мягкий. Он еще, да, не отвердел, не окреп. Это самка, это девочка. Идет. Вот. Мадагаскаль, что у берегов Африки, и тоже в лесу, а вовсе не на кухнях африканских хозяек, живет бескрылый мадагасканский тарака. И тот у нас, наверное, ушет чуть-чуть. У меня защипалось. Мне очень нравится. О, да ты тоже лемурчик. О. Ой, она аж всех подозревает в лемурстве. Только еще громче. Шипящих. Нет. Главное, что кроме лемуров вообще никого нет. Опа, дважды лемур. А где там вот этих вот шишечек? Шипи. Ну, это всех обшипел. Они еще ползали. Палочники – это целый отряд. И все живут топ в трубку. Маскировка настолько совершенная, что птицы не находят этих насекомых. Во, во, во. Вот это вот покачивание, он имитирует, что я просто веточка, на меня ветер дует. Бо. Да, его покачивай. 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 А тут ветер дует. Чекотно. Чекотно, палочник, пристань. Не теряй чекотные шаги. Ой, колоба. Покачивай. Вот здесь, наверное, тихонько, подучи. Да. Он видит, да. Вот. Вот. Одно из самых крупных насекомых на свете. Самочка разнокрылого палочника. Я помогаю брать в руки. А вот как она отпугивает врагов. Слышите? Она крыльями издает звук, напоминающий шипение. Поднимает вверх брюшко, как будто ее яйцеклад это сжало. А на самом деле, вот где ее оружие. А кто не отдернулся, тот рискует получить вот этими колючими лапами по пальцам довольно-таки сильно. Они ядовики? Да. Слышите? Вот она уже перестала пугать, к сожалению. Она боится, наверное. Да. Ну, шипики такие остренькие. Во-во-во-во, вот, поза угрозы. Вот. То есть она показывает, вот сейчас, как дам задними -то лапами. Пугай. Пугай. Вот. Это самочки, девочки. А мужички у них маленькие, коричневые, но с розовыми крыльями. Вот нас пугает, смотрите. И поэтому... Она не кусается. Я лучше просто потрогаю. Только по спинке. Ага. Вот, пугает нас. Пугает, пугает. Можно еще? Конечно. А то съедят. Представляешь, на каком-нибудь маленьком зверька это целый плотненький обед. Ой, какой стыня. Да, мы так умеем. Видите, какие шипы? Как шпоры. Это самец. Он ужасный забияка. Я его в руки не дам, но его... Потому что вон, что он делает. Довольно-таки больно. Как будто... Вот, смотри, Люк. Видишь? Вот, смотри, Люк. Ой. Голубые. Возможно, некоторые почувствовали довольно запах своего рода. У них подвижный хлоп. У них подвижный хлоп на носках. Вот, смотри. Ага. А они кусаются? Они не кусаются, но вот эта шпора, а вон как, вон как долбает. Это шипоногий палочник с Новой Гвинеи. Какая-то вяночка. Я специально показал, на что он способен, чтобы сзади к ножкам не приближали пальчики, чтобы он не ущипел. Ну вот, а ты шпорый. Он же не просто так лапками машет, он защищается. А можно потрохать? Во, какой злюк, а брыкал. Вот. А что мы под первым приказанием? Смотри, они получили. А, да. Мам, мамкой станет. Да, стихо. На инопланетяне, на походу. А откуда шелк-то берется? Из кокона? Бабочки уже вывелись, но это самый натуральный шелк. Обязательно. А он будет последний. А может, Владимир, как же? Мам, я работаю. Есть. Когда на доходе к коке в новинке, усилиться? Нет, меня. Я же не трогала. Мне тоже нравится. А кокон закрылся. И бабочка в уход. Нет, бабочка. Там кокон есть кто-то. Это пустая оболочка. Нет, там кто-то есть. Кокон не куколка. Из куколки вымоет бабочка, а оболочка мотается внутри кокона. Ну, теперь надо посмотреть, кто же из этого кокона вышел. Лизок, посмотри на меня. А почему она не летает? Ночная. Очень спокойная бабочка. Она, в общем-то, спит. Ну, то есть, конечно, она перебирает лениво лапками. И мы надеемся получить снова гусеничей. Она умеет летать? Умеет. Но она делает это ночью. Днем она не летает. А на ладошку для меня, да? А не удобно сидеть на ладошке. Для бабочки, конечно, отложила много яиц. А паука мы сможем увидеть? Ой, какой классный. Ну, тогда сейчас быстро заканчиваем бабочку. И я показываю паука. Да! А это бабочка или мотылёк? А, мотылёк – это условное понятие. Любую ночную бабочку иногда называют мотыльком. Просто они же отмечают. Нет, это очень хрупкие. Бабочка с бабочкой. Фотографируйте. Вот как турист. Она яйцо кладёт на палец тебе. По крайней мере, она пытается. Вон, приклеивает. Приклеивает. Когда пауки раздрасывают свою щетинку, и она может вызвать жуткую чесотку. Это не самый крупный. Это она? Она. Да. Да. Очень примерная паучиха. Для паука-птицы Еда самки ещё... Ой, запомни её. Самочки некоторых видов пауков доживутся в этот раз. Спасибо! А что это за порода? Это лазиадора Крестапа. Из подотряда настоящих паучих.